Проблему Торбеевской свалки обсудили также и на очередной встрече Владимира Ружицкого с жителями округа. Она прошла в Люберецкой гимназии номер 20. Кроме того, поднимались вопросы ЖКХ, ремонта подъездов, дорог, благоустройства и многие другие. Традиционно в начале встречи Владимир Ружицкий выступил с приветственным словом. Глава округа рассказала о реализации губернаторской программы «Мой подъезд». По его словам, из почти 1300 подъездов, включённых в план, на сегодняшний день уже отремонтированы 511. Завершить работы планируется не позднее, чем в конце сентября. Стараемся убеждать управляющих компаний, это у нас и происходит, чтобы управляющие компании с жителями даже выбирали цвет стен. Что под собой подразумевается ремонт подъезда? Это замена светильников, ремонт оконных блоков, ремонт потолков стен, монтаж проводов, ремонт входной группы, замена почтовых ящиков. Затем жители города приступили к диалогу. Одной из острых тем стала дальнейшая деятельность полигона Торбеева в связи с закрытием свалки в Балашихе. Также людей беспокоило сообщение о якобы строящемся в Люберцах мусоросжигательном заводе. Владимир Ужицкий заверил, что таких планов на самом деле нет, а касаемо полигона Торбеева, в 2020 году предприятие прекратит свою деятельность. Ни одного транспортного средства с Кучинской свалки не перераспределено к нам сюда. Даже те машины, которые приходят без копии договоров, уже установленных с Торбеева, возвращаются обратно. Кроме Торбеева, Люберчан беспокоят заводы и предприятия, функционирующие в жилых кварталах. Жители улицы Южная выразили благодарность за закрытие вредного производства «Бетонинвест». Но в то же время проблемы на этом не исчерпаны. Теперь у нас металлобаза. Металлобаза не соблюдает абсолютно ничего. В выходные работают, с часа до трёх работают. С восьми утра работают в воскресенье, в праздники. Многодетные семьи интересовались сроками проведения межевания земель в Раменском районе, которые были им предоставлены под строительство. Представители администрации ответили, что 30 июня состоится аукцион по определению подрядчика, который проведёт эти работы. До 1 августа он будет размешован полностью, будут стоять колышки и организован заезд со стороны Новорязанского шоссе. Молодых мам интересовали вопросы, связанные с очередью в детские сады. По словам Виктории Бундиной, малыши, достигшие трёхлетнего возраста, полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Всем детям будут выданы путёвки. Затем мы будем говорить уже о путёвках для детей, которые не достигли трёхлетнего возраста. Дорожно-транспортная ситуация в округе стала ещё одной темой обсуждения. Жители жалуются на бесконечные пробки. Порой они отнимают слишком много времени. На встрече с главой они озвучили свои предложения по решению этой проблемы. В Люберцах много широких перекрёстков, где люди поворачивают из трёх-четырёх рядов. Ну, вы сами знаете про эти места. И вот если рассмотреть возможность ведения там кругового движения, то дорожно-транспортная ситуация может улучшиться. Встреча с главой продлилась около двух часов. Вопросы и предложения, поступившие от жителей, занесли в протокол. В следующий раз руководство администрации встретится с люберчанами 26 июля в 10-й школе. Луиза Иги Азарян, Никита Скраган и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.